Заключительная сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район состоялась в зале заседания районной администрации. В ее работе приняли участие глава района Заур Хамирзов, заместители руководителя районной администрации, начальники управлений и ведомств парламентарии района. В повестку дня были включены и рассмотрены пять ключевых вопросов, в том числе о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. О главном финансовом документе района на ближайшие трехлетии доложил начальник финансового управления администрации Кашхабльского района Аслан Дагужиев. В своем выступлении Аслан Бесланович отметил, что основными источниками формирования доходной части по-прежнему будут являться налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления из регионального бюджета. Проект решения Совета народных депутатов о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, исходя из приоритетов определяемых в основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования Кашхабльский район, а также обеспечение реализации указов президента Российской Федерации 2012 года с учетом необходимости обеспечения устойчивости бюджета муниципального образования, применение механизма ограничения роста и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кашхабльский район. Планирование расходной части, как и ранее, проводилось адекватно прогнозным темпом роста налоговых и неналоговых доходов в условиях экономии финансовых ресурсов. Главной целью бюджетной политики при проектировании бюджетных показателей являлось достижение сбалансированности бюджетной системы муниципального образования. Бюджеты и ресурсы концентрировались на выполнении приоритетных для муниципального образования расходов и обязательств. Как и предыдущие годы, бюджет сформирован в программном формате с сохранением социальной направленности местного бюджета. Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кашхабльский район, планируемый темп просто поступления налоговых и наложимых доходов на 23 год составляет 103,7% к оценке 2022 года. Основной структурной составляющей расходной части бюджета муниципального образования является 10 муниципальных программ муниципального образования, охватывающих основные сферы деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Кашхабовский район. Часть целевых доходных источников будет направлена на формирование расходной части бюджета на формирование дорожного фонда. Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Кашхабовский район на 2023 год и на плановый период характеризуются следующими данными. Основные цифры вы видите на слайде, я озвучу 23 год, наверное, доходы 977 миллионов 253,2 тысячи рублей, расходы 983 миллиона 163,2 тысячи рублей, дефицит 5 миллионов 900 тысяч рублей. За докладчиком по данному вопросу выступила председатель контрольно-счётной палаты Светлана Ворокова. Состав показателей, параметры и характеристик бюджета, предложенных к утверждению проекта бюджета, соответствует требованиям ст. 184.1.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Документы материала представлены полным объемом по перечню в соответствии с положением в бюджетном процессе в муниципальном образовании Кашхабовский район. В проекте бюджета муниципального образования Кашхабовский район предусмотрено сигнование на реализацию 10 муниципальных программ муниципального образования Кашхабовский район, объем Сигнование и реализация указанных 10 муниципальных программ составляет 88,4% от общего объема расхода бюджета муниципального образования Кашхабульский район. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период социально ориентирован. В структуре общего объема расхода муниципального бюджета наибольший выделенный вес 68,1% составляют расходы, направленные на развитие социально-культурной сферы. В этом муниципальном образовании Кашхабульский район может быть рекомендован к принятию Совета народных депутатов. Также народные избранники обсудили план работы депутатского корпуса на следующий год. Сессия прошла плодотворно. По всем вопросам повестки дня депутаты приняли положительные решения. В заключении глава районной администрации Заур Хамирцев и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев поблагодарили депутатов за активную плодотворную работу, поздравили участников сессии с наступающим Новым годом. Я хотел бы поблагодарить всех депутатов, весь депутатский корпус за начало плодотворной работы. Нам очень важна консультация. Мы очень нуждаемся в этом. Мы очень нуждаемся в сложной работе и депутатского корпуса, и органов исполнительной власти всех уровней. Я хотел бы поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом. У нас буквально осталось всего лишь несколько дней. Всем здоровья, благополучия, счастья. Берегите себя, своих близких. Я уверен, что благодаря нашей сложной работе у нас все получится. Всем хочу пожелать здоровья депутатам, всем главам поселения, всем, кто сидит в этом зале. Большой работоспособности. Добра, мира, благополучия, хорошего земного, чтобы не обходило и вас. Чтобы вы всегда чувствовали ту доброту, то тепло, которое даете выше, чтобы возвращалась вам. Наступающий Новый год.